вопрос друзья здравствуйте и снова здравствуйте мы часто слушаем ваши советы спасибо за это но мы граждане греции у нас европейский союз паспорта скажите пожалуйста какие привилегии есть гражданам евросоюза и какой визой нам нужно приехать чтобы мы могли поменять статус и и остаться большое спасибо да друзья тут надо сказать что палка о двух концах вот это гражданство евросоюза как бы у всего есть цена с одной стороны получается что безвизовый въезд до в соединенные штаты и не только соединенные штаты во многие страны но получается такая история если ты из демократической там страны развитой и так далее так тебе уже не положено политическое убежище то есть вот вот это вот приехать и остаться остаться обычно значит когда люди остаются они обычно остаются либо так либо в связи с браком либо политическим убежище то поскрипывает так как неестественно сюда так вот а жарко накалилась за заказали и вот этот вариант отпадает и никаких специальных специальных льгот для граждан там евросоюза нету все у них хорошо и даже греция с ее кризисом вот тут я сегодня как раз на блумберге прочитал что лакать что впервые в истории польша польша по уровню жизни вот недавно там посчитали обошла грецию страну евросоюза вот как бы историческую западной европы и там и так далее понимаете она обогнала грецию которая в глубоком кризисе по уровню жизни поэтому не так плохо в греции то получается значит и так статус беженца получить нельзя потому что это демократическая страна там никто никого не обижает хорошо а что остается остается студенческие но у вас там целая семья значит и вы не можете так просто остаться может быть вам легко получить студенческую визу потом перейти на студенческую с гостевой там да туристической но вы же должны учиться и даже когда вы выучитесь и дальше что да ну ну хорошо есть рабочие визы то есть вы попадаете в тот же самый переплет в который попадают абсолютно все другие люди с одной единственной разницей вы не можете подавать на политическое убежище вот вот и все то есть для людей которые живут сейчас ну в странах бывшего ссср так скажем и не только ну допустим для них если нет каких-то специальных обстоятельств родственников с которыми можно воссоединиться давайте профессии навыков с которой можно получить рабочую визу там жениться да вот если это все убрать бизнес еще еще можно бизнес но безумно малое количество людей по бизнесу легализуется потом понимаете вот приехал человек там начал свой бизнес и так далее есть такая такие программы тоже нова в основном то вот брак есть еще green card лотерея конечно да тоже много народу там если там на весь бывший ссср посмотреть там может быть тысяч 10 каждый год приезжает что довольно много но за пределами этого значит житель евросоюза гражданин евросоюза оказывается в проигрышном состоянии в том смысле что на политику он уже подать не может вот его выигрышность состоит в том что он как бы сказать более адаптирован уже к жизни на западе соответственно он может быть работает в каких-то международных организациях и их много он может быть уже по-английски прилично говорит и так далее может быть он уже с каком-то бизнесе в таком более-менее цивилизованным и ему проще этот бизнес там перенести в другую страну и так далее но если ничего этого нет да то там где у гражданина там россии украины там казахстана и так далее беларуси есть возможность подать на политику и это очень массовая возможность очень массовая вот у жителей евросоюза нет такой поэтому никакой привилегии нету привилегия состоит в том что ты можешь въезжать выезжать там на несколько месяцев сколько там три месяца по-моему можешь приезжать без визы во ничего не надо приехал вот и и поехал дальше вот собственно и все что само по себе тоже большая привилегия на самом деле это не привилегия в том смысле чтобы остаться но это привилегия в том смысле чтобы просто приехать А есть масса стран, из которых нельзя просто так приехать. Вот из России и Украины нельзя просто так приехать. Надо визу получать. Вот, собственно, вся привилегия. Счастливо!